Мы продолжаем с помощью этого видео. Короткие комментарии Вильнинского Гаона к Перкеавод, как я уже говорил, это не комментарии, а скорее поиск источников Танахи, поиск стихов, подходящих к утверждениям мудрецов Перкеавод. И урок посещается. Мы начинаем сегодня третью главу. Акавия Беннегалалей. Заметьте, кстати, что в третьей главе там мудрецы разных поколений, тут нет определенного хронологического порядка, но они по теме во многом похожи. Большая часть этих мудрецов будет говорить об изучении Торы, о важности не тратить время зря, не сидеть за столом, не изучая Тору, или когда идешь в дороге, или когда не спится. Все, так сказать, в основном, как в третьей главе, большая часть его на изучение Торы и на важности не тратить время. А так сами мудрецы, они жили все в разных поколениях, которые здесь упомянуты. Первый из них Акавия Беннегалалей, кстати, известный, интересный человек, его хотели когда-то сделать главой еврейского народа, главой суда Наси, но он отказался, потому что они хотели, чтобы он передумал по отношению каких-то псаков, халахих, которые он считал. У него были определенные халахические решения, которые он получил от предыдущих поколений, которые он считал главными, халах алимайсе, и он не готов бы от них отказаться, даже если его бы сделали главой мудрецов. Лучше остаться при своем мнении. Но при этом его сыну он сказал уже следовать мнению большинства мудрецов, потому что он сказал, что я получил от большинства предыдущих поколений, которые считали как я, а вот ты уже получил, ты уже не слышал их слова, ты слышал слова мудрецов нашего поколения, и в нашем поколении я единственный, кто так считаю, поэтому следуй мнению большинства. Большинство, кстати, деталей того, в чем он спорил, это были мелочи, так сказать, которые вообще почти никогда не относятся, но один закон, к которому он спорил, что интересно, он таки относится и к нам, не с халах и благо, как он, это имело бы к нам большое отношение, а именно он считал, что и желтая кровь считается кровью, да, у нас считается, что только пять видов крови для женщины делают ее нидой, и хотя мы не очень разбираемся в точных оттенках крови, поэтому все, что красное или розовое или черное, мы считаем кровью, но в любом случае желтая мы кровью не считаем, желтые пятна, если найденные, это не считается кровью, а по его мнению считается, поэтому если бахалах и благо, как он, то гораздо сложнее посчитать 7 чистых дней, да, когда у нее на белых трусах появляются капли, да, если это будет желтый даже цвет, то, по его мнению, это уже кровь, видимо, оцветающая кровь как-то, с какими-то дополнительными выделениями, может быть, в таком случае, халаха не как он, и, как я сказал, он считал, что он получил от большинства, и поэтому не хотел передумать. И, кстати, другой вопрос, почему на самом деле он не следовал большинству мнений в своем поколении, разве не говорит сама Тора, что Закен Мамре тот, кто наставит на свое мнение против мнения большинства, вот, так одно из объяснений, что он просто не постановлял Мамаш, он считал, что халах как эти мнения, но он не постановлял их для других, потому что на самом деле он знал, что в своем поколении он в меньшинстве оказался. Но в этом случае здесь тоже его слова, нанотипичность для его характера, о том, как он такой богопоязненный был, да, боялся что-то сделать не так, он говорил, смотри на три вещи, и тогда ты не будешь грешить, зная, откуда ты произошел, куда ты идешь, и перед кем ты будешь давать отчет в будущем. Дин и Хэшбон, обычно объясняют, что Дин и Хэшбон это две разные вещи, да, одно это отчет за то плохое, что сделал, а второе за то время, которое потратил зря, даже когда человек грешит, он еще добавок тратит время впустую, даже чтобы он не грешил, но просто потратил время, за это тоже нужно отчет давать, а могут это время делать митсфу или изучать Тору, а он еще и грешит, да, то есть это две разные вещи, Дин и Хэшбон, так объясняет Гивенский Галон. Значит, три вещи, он говорит, да, на них нужно смотреть, а именно, откуда ты пришел, от вонючей капли, куда ты идешь, в место, где тление и пыль, и в черви, и перед кем ты будешь давать отчет, перед Всевышним Творцом, да, Царем, Царей, Благословенным. Вот. Идея его похожа очень на подход, видимо, ешивы Новогрудка, да, так называемый, Новардок, он по-английски их называет, было, считается, что два основных подхода в литовских ешивах, один называется подходом Слободки, а другой Новардока, да, что Белоруссия, Белоруссия, сам Новогрудок был в Белоруссии, там, кстати, Рухашухан, автор Рухашухана, Вихил Михаил Эфштин был раввином, но не было ее рожь ешива там, вот, рожь ешивы, ешива там была построена на базе, вот именно, человека всячески принижать, чтобы у него не было слишком высокого ига, говорить, что он ничтожество, и таким образом человек не будет грешить. А в Слободке, в Литве, того времени, наоборот, это было такое, знаете, уже буржуазное общество определенное, класса такого, и поэтому там учеников наоборот, он аккуратненько одевался, и он, так сказать, чувствовал свою важность и значимость, и этим, так сказать, как можно грешить, да, стесняется человек грешить, потому что он слишком большое, да, слишком важное создание Всевышнего, чтобы грешить, как может грешить такой человек, да, тогда, действительно, не евреи тоже стеснялись греха этого насилия, репутация была очень важной, никак сегодня всем наплевать, да, про всех, от президента до любого человека, который вообще известно про него что-то, всегда куча скандалов, да, тогда такого не было, люди очень, так сказать, дрожили собственной репутацией, вот евреи, жившие в этих местах тоже, их политика это Ишива была человеком, поднять, так сказать, на уровень, чтобы он чувствовал себя очень важным созданием, чтобы Хас Ишалом согрешить, да, и оба этих подхода имеют, конечно, источник Хазаль, вот, источник Хазаль для подхода в Навардеке, это как раз наша Мишна, в том числе, есть еще источники, но, да, один источник, это наша Мишна, да, как человеку можно такое сказать, ты происходишь из капли вонючей, ты будешь, там, еден червями, да, но это именно, чтобы подчеркнуть его ничтожество, так сказать, что не считай себя попом земли, да, что ты ничто, значит, Раблиху приводит следующие источники на это, насчет первого утверждения, он говорит, что Когелет говорит, Захорет Бореха, да, помни Всевышнего в дни твоей юности, и Рабиакива учит таким образом, Бореха, да, твоего Создателя, он, видимо, Даршин от слова еще не Создателя, но даже так же включает послуг Береха, что, так сказать, откуда ты взялся, да, то есть ты взялся из капли вонючей. И еще Бореха без Алеса в конце, да, это как бор, в который ты идешь, да, яма, в которой ты будешь, тоже, помни яму, в которую ты попадешь, где тебя похоронят. И, наконец, Бореха через Алес, это уже творец мира, то есть он хочет сказать, что Рабиакива, Даршин, так, есть в Рабиакиве такой Медраж, что человек, он должен помнить Бореха, говорит Когелет, да, они хотят, как бы, Даршин, само слово Бореха, тремя разными способами. Я уже говорил, что меня иногда удивляет, почему Гра не приводит стихи, которые имеют пшат прямо такой, как Хазах сказал, или близкий к этому, почему приводит Медраж, ведь если бы не Слава Рабиакивы, то Бореха, конечно, здесь значит творца. На Рабиакива весь в слове Бореха еще подсказки, есть определенный образом их читать, типа, не читай так, читай так, а текра Бореха, читай Дереха, да, твой, так сказать, источник, или Борха, наверное, да, это твоя яма, и еще и Бореха тоже, да, все эти три вещи помни. Но есть много стихов, которые в простой смысл их упоминают, что человек ничтожествует, да, анохи афар веэфер, сказал Авраам, я пыли пепел, анахну ма, сказали Моши и Аарон, да, мы ничтожества. Давид тоже в псамах все время говорит, да, что я то лави лоиш, я червяк и не человек. Это кажется ближе, согласно простому смыслу, к тому, о чем мы говорим. Хотя это не говорит мамаш насчет вот именно того, что после смерти, но есть много стихов, да, что человек после смерти, таких стихов много из псамах. И хотя они про червей давко не говорят, но они говорят, во всяком случае, достаточно близко к тому, что сказал Рады Акива Акавия бен Мегалалей. Поэтому я немножко удивлен, что Грани привел один из этих стихов. Но дальше он привел стих к пергилам, кибеавон холалти. Я был, так сказать, зачат в грехе. Да, это пасух из 51-го известного псалма, когда Давид рассказывается после греха с Батшевой. Что говорят, что человек на самом деле он с детства, так сказать, уже склонен к греху, да, то есть до зачатия уже это все происходит через грех. Кстати, а в чем грех зачатия? Разве само по себе зачатие это грех? Есть митроши, которые хотят сказать, что люди, когда имеют отношение, они не пытаются делать ради Всевышнего, ради митцвы, они просто удовольствие хотят получить, поэтому это считается как бы не то, что грех мамаш, но в том смысле, что это не сделано с правильными побуждениями. Другие говорят, что в случае как раз Еша и его отца таки был элемент греха, потому что он, да, имел отношение с женщиной, которая думала, что это не его жена, потому что он не хотел испортить свое семя, считал, что возможно он не кошерен, так происходит, а труд. В общем, есть разные объяснения точно, что там произошло, но пытаются как-то этот стих объяснить, почему именно считается в чем-то это грех, да, когда был зачат Давид. Я уже рассказывал это в определенных комментариях, кажется, к книге Рут, да, что предположение было, что через, что Давид родился через связь, которая казалась, происходит через грех, да, что когда забеременела жена Дави, жена Ишая, думали, что от кого-то другого забеременела, потому что Ишая думал, что он с Шивхой, со служанкой имеет отношение, чтобы его дети не имели стигму потомков Муава. Вот, я рассказывал подробнее в другом месте. На самом деле это была его жена, но сам Ишая этого не знал, согласно, значит, этим источникам. Кажется, у нас это не сохранилось в Медрашах, но это какие-то Медраши, которые приводят разные книги, Раби Минахе Мазария из Фану, был такой мудрец-каббалист из Италии, Рома из Фану. Вот, он приводит какие-то Медраши. Еще он приводит стих здесь, Гра, из Иова. «Миет энтагор ми томе» «Кто даст чистое из нечистого?» Из нечистой капли происходит человек. Да, ведь капля, она действительно нечистая в ритуальном смысле тоже. Капля семени, она нечистая. То есть человек, который коснулся семени, даже не то, когда вышло семя, конечно же, но даже когда просто его коснулся, он становится нечистым. В старые времена окунался, да, когда они соблюдали чистоту ритуальную, он должен был окунаться после этого. И также после отношений муж и жена должны были окунаться. Велоат, Велиана Таголерта, куда ты идешь, на это он говорит, вот пасух в самом начале Брешит, да, когда говорит Всевышний Адаму, ты пыль, и в пыль ты вернешься. Вот это простой смысл, да, это пшат. Так что здесь не нужно ничего особенно искать. Про черви там, правда, не упомянуто, но про черви упомянуто, как он говорит здесь, в пасухе Иова, он уже цитировал каждый стих, а может быть еще не цитировал. В любом случае, что человек, это черви, превращается в черви, да, черви его всегда, видимо это имеется в виду, пасух в Иове, 25 глава, 6 стих. Ну и, наконец, насчет Дин В. Хэшбон, да, отчет, который придет вставать перед Всевышним, на это есть и в Когелете опять же, зная, что за это все Всевышний тебя возьмет, будете осудить, да, возьмет с тебя отчет. И также в другом месте в Когелете за все Бог посчитает, и хорошее и плохое, да, за все будет судить человека. Ну и есть, конечно, много стихов насчет этого. А вторая мишна. Раби Ханнина Сагана Коганим, это был, видимо, помощник, да, второй, да, вице-коин, что ли, он говорил следующее, что молись за то, чтобы был мир в царстве, да, чтобы, так сказать, правительство было не свергнуто, чтобы они могли управлять миром, потому что, если, говорит, не боязнь, если бы не боязнь правительства, то люди будут друг друга живьем съели. В смысле, что люди сейчас недовольны правительством, но вовремя, римское правительство, оно было хуже всех, или одно из самых плохих, и при этом оно лучше, чем анархия. Время анархии еще хуже, да. Советский Союз был очень вредное правительство, да, коммунисты, и тем не менее, когда он упал, то стало еще хуже, когда вдруг в 90-е стала анархия полная, да, и люди, да, всевозможные банды везде появились, какие-то мафии, из пистолетов, вообще из автоматов стреляли по людям, различные мафиозные структуры. В общем, какая-то жуткая вещь произошла. И также многие страны, которые сегодня, вот то, что у них называлось весной арабской, да, так называемой, когда Обама и другие идиоты, которые так легко в это все поверили, да, что, конечно, сейчас демократия будет, только свергнут всяких там Каддафи и других автократов, и все будет прекрасно. То есть там в большинстве местах настолько нет никакой стабильности и полностью еще гораздо больше жертв, гораздо больше опасностей, чем было при автократах, которые до этого правили. Вот. В всяком случае, лучше сильное правительство, жестокое даже и плохое, да, чем когда его вообще нету, и тогда нет никакой возможности людям выжить. И все в опасности. Итак, говорит Веринский Гаон, что источник он находит в стихе Хабакуке, 1 глава, 14 стих. И люди стали, это, кстати, в Геморре Абадазора, он приводит эту Геморре, да, что люди стали, как рыбы морские, Геморр объясняет, что так же, как рыбы друг друга поедают, так же и люди. Казалось бы, почему именно рыбы, они всегда говорят, что рыбы друг друга поедают, а что животные друг друга не поедают. Видимо, это связано со следующей интересной идеей, что животные в Торе называются по-разному. А одна порода, она не ест ту же самую, да, кролики не едят кроликов, и тигры не едят тигров. А у рыбы, у них общее слово в Торе, вся рыба называют просто рыбой. Может, потому что скрытый от глаз, у них нет названия отдельных. Мы уже спрашивали этот вопрос, почему действительно рыба не имеет отдельных названий, даже у кузнечков есть разные названия, а у рыб нету. Может, потому что рыба не была частью, так сказать, особой еды у евреев в те времена, да, евреев очень мало может быть ели рыбу в те времена. В этом случае рыба почему-то не называется в Торе по именам. Кроме, возможно, левиатана, да, который, возможно, что кит имеется в виду, ну, по крайней мере, обычные рыбы, они просто называются даг. И не исключено, что поэтому ходят так дальше, что рыба, как бы, она вся одной породы в каком-то смысле, согласно тому, как Тора не определяет для них отдельные имена. Потом получается, что рыба ест рыбу. Да, и это, говорит, когда люди становятся как рыба, они тоже, как бы, друг друга поедают. Может быть, поэтому они так дальше. Потому что иначе не очень понятно, почему именно рыба. Животные тоже друг друга поедают. Но животные поедают разных животных, других животных. А рыба, она, как бы, вся одна в каком-то смысле. Так вот, в смысле, человеческое представление, кажется. Заметьте, кстати, интересную вещь, что, в основном, когда нам Тора разрешает что-то есть, это не хищные виды. Ни у животных, ни у птиц, да, не разрешается есть никаких хищников. А у рыбы, пожалуйста, щука и там другие виды, которые едят других рыб, это не проблема. Да, хищные виды тоже разрешены. Правда, и у птиц бывают какие-то там насекомых едят кошерные виды, да, может быть, курица может есть насекомых. Но это не основная ее пища. Во всем случае, это все-таки насекомые только. Но ни один из видов, которые крупные едят, там, каких-то мышек, или других кури, или других птиц, да, коршуны какие-нибудь, да, или тем более всякие там орлы, стервятники, это все Тора запрещает. А тем более у животных, они все травоядные, которые нам разрешены. А вот у рыбы, у них даже если рыба ест другую рыбу, это не проблема. Тунис, там, например, да, Тунафиш, это все, так сказать, рыбы, которые едят других рыб. Тем не менее, если есть шушея плавники, то можно их есть. Окей, следующее, Мишна. Это, вернее, продолжение. В нашем издании это продолжение той же самой Мишны. Здесь разные издания, у некоторых это отдельная Мишна. Про Абиханина, Бен Тордиона. Это, кстати, был один из десяти, которые погибли, считается, да, его с Сефер Тору завернули и сожгли римляне. Вот он здесь будет говорить, а также многие мудрецы после него, тут практически все мудрецы, один из другим, говорят про Тору, про важность изучения Торы. Он говорит следующее. Двое, которые сидят вместе, и нету между ними слов Торы, это, говорит, просто как собрание Краснобаев, так переводят, в общем, лентяев, пустырей, да, шутников, Лейцим. Да, Лейцим, вы видите, можно по-разному переводить, это Тора взятое. Это слово взятое из Торы, это библейское слово. Не в Хумаше, кажется, но оно есть в Танаге, в Пророках, и в особенности в Мишле есть не раз. Да, Лейцим, это, Лейц, это противоположность, да, положительного героя Мишле, обычно, это мудрец, который праведник, да, одновременно. А Лейц, это, Лейц и Кисили, это основные герои негативные в книге Мишлей, да, шутники и глупцы. Так вот, он говорит, что это как собрание шутников этих, да, если люди не сидят и не занимаются Торой, они просто сели и стали болтать о пустоте и щите, то это собрание Лейцим. Как сказано, Миша в Лейцим, Лаяшам, он не сидел среди собрания Лейцим. Не очень понятно, при чем здесь этот стих, это говорит здесь о том, что праведник, да, счастлив человек, это первый псалом, да, это стих из первого псалом, он где-то правильном человеке, который счастлив и заслуживает восхваления, да, и кто этот человек. Это человек, который в том числе не сидел среди Лейцим, и также не имел вообще контакта с плохими людьми, как там описывается в псалме. Но непонятно, как этот стих относится к тому, что он говорит, да, он же говорит, что те, кто не занимаются Торой, они Лейцим. А это вроде стих ничего не доказывает. Стих говорит, что лучше не сидеть, что правильный человек не будет сидеть среди собраний Лейцим. Но непонятно, как этот стих доказывает, что само собрание лицов – это люди, которые не занимаются Торой. А дальше говорится, что если двое сидят и занимаются Торой, наоборот, тогда, конечно, между ними шхина. Как сказано, это в Пророке Малахи, в последнем Пророке, подсказка, возможно, на разные поколения, похожие на наши, в особенности после восстания большевиков, после Советской революции и подобных ситуаций, когда праведным людям немного их, и им приходится скрываться, и они презираемы всеми вокруг, то в такие времена, говорит Малахи, тогда будет говорить боящийся Бога человек другу, и Всевышний прислушается и запишет свою книгу памяти для тех, кто боится Всевышнего и которые думают о Его имени. Люди в этот период времени не смогут сильно повлиять на большую часть общества, но они смогут хотя бы друг с другом встречаться и заниматься праведностью, думать о том, как соблюдать Гагвадзи, как изучать Тору. Так про это он говорит, что двое, которые занимаются Торой, шхина с ними. Позже будет целая ниже, значит, от того, когда трое, когда пять, раз десять человек, разные варианты, как мы увидим. И теперь он говорит, что даже если не двое, а только один, тоже Всевышний дает ему награду, потому что, говорится, в книге Эйхи, сидящий тихо один, они понимают, видимо, переводки, ну, та-ля-лаф, что получит он за эту награду. Вообще в Эйхе взято здесь в нее контекст, это не простой смысл стихов, которые говорят о наказаниях и о скорби, которые люди будут по храму выражать. Но, во всяком случае, они понимают, что сидящий тихо, имеется в виду думающий о Торе, но который не с кем обсудить законы Торы, он, во всяком случае, получит свою награду. Теперь Гагвадзи приводит стих насчет Лейцим, он приводит как раз ответ на вопрос, который я задал, да, какая разница, что тот, кто не сидит среди Лейцим, причем здесь то, что Лейцим это те, кто не занимается Торой. И он отвечает, что если прочесть дальше, что этот стих говорит, дальше первый псалом продолжает про этого праведника, который не сидит среди Лейцим, а кембе Тора Та-шем Херцо, его желание только в Торе Всевышнего. Значит, мы видим отсюда, что тот, кто не сидит среди Лейцим, он хочет заниматься Торой, значит, среди Лейцим, наоборот, нету Торы. То есть это как бы аргумент от противного, да, если говорится, что тот, кто не сидит среди Лейцим, потому что он хочет заниматься Торой, значит, среди Лейцим он не найдет Торы. Значит, те, кто сидят и занимаются глупостями, не занимаются Торой, они и есть эти самые Лейцим, от которых ничему полезному не научиться. Это, похоже, он хочет сказать. Он говорит, что так Рамбам объясняет в своих комментариях к этой Мишне, то есть, что из конца псука, из продолжения псуков, доказательства здесь, а не самого псука. А дальше он больше ничего не цитирует, потому что здесь уже сам автор Мишны процитировал два стиха из Малахии и Зейхии, и больше ничего не требуется. Еще одну Мишну сделаем. Тут тоже, так как стихи Цезира Раби Шимон, особенно Гра не добавляет ничего. Значит, Раби Шимон, это Раби Шимон Барьёхай, да, говорит, другое поколение совсем позже гораздо, чем Раби Ханнина Бен Тардион. Да, Ханнина Бен Тардион, он умер во время или после восстания Барковбы, видимо, да, как большинство Горги Малхут, а может быть все из них, как я рассказываю, в другом месте. А Раби Шимон, он был уже из следующего поколения. И он говорит, что трое, которые сидели за столом и не говорили слова Торы, он, кстати, в Руслан-Керон-Любе тоже говорит, как важно изучать все время Тору, если бы, говорит, я мог бы Всевышнего попросить при создании, попросить, чтобы у человека было два языка, и я попросил, даже у него было два рта, чтобы один все время занимался Торой. Он говорит, нет, на самом деле они даже одним языком столько приносят вреда, столько ложь на гора, да, разных сплетней, доносов, то что было бы, если у них было еще и два. В общем, как бы там ни было, Раби Шимон, значит, очень тоже подчеркивается, очень важным считал изучение Торы, как и большинство наших мудрецов. И говорил, что трое, которые сидят за столом и не говорят слова Торы, как будто поели из жертв мертвых, да, из как бы, из глубоконских, наверное, жертв. Как сказано, есть такой пасух в Ишиягу, их столы полны блевоты, нету места там, в смысле, похоже, он Даршин, да, слово Мако, место позже стало означать еще Всевышнего, как бы. Всевышний, говорится, он место мира, а не мир места для Всевышнего, Всевышний не в мире, а наоборот мир во Всевышнем в каком-то смысле. Так вот, может быть, он хочет здесь Макоем тоже видеть в этом подсказку Сунову Творца, да, что, если они обливали свои столы, так сказать, тем, что они говорят только пустые слова, они говорят о Торе, и там Всевышний не находится с ними. Но если трое сидят за столом и говорят слова Торы, то как будто они едят за столом самого Всевышнего, как сказано, и сказал мне он, это посудка из Ехескеля, вот стол перед Всевышним. Речь идет о том, что когда в будущем, как будет построен храм, Ехескелю было показано, что он все жертвенник. И говорится там, что ему было сказано, а это стол перед Всевышним. Какой стол? Это же не стол, это жертвенник. Доказали сюда учат, что стол у мудреца Торы, он тоже как жертвенник. Как будто ты перед Всевышним служишь, как будто служба есть перед Всевышним, и говорить слова Торы, и правильно кушать. И Граныш приводит, опять же, что до этого написано в Ишияху, до слов их столы полны в левот, и написано, они тоже ошиблись. Это говорится про пьяницы Фраима, да, Ишияху критикуют там еврейские народы, с односеверное колено, которые позже пошли в изгнание в действительности. Так вот, он говорит, что они ошибались в вине, да, то есть напивались и ошибались, даже Коэн, даже Нави, пророк, потому что их столы полны, значит, блевоты. Кто же тогда будет обучать? То есть видно по контексту, что некому учить, нету Торы, и все только пьянствуют и веселятся, да, ведь до разрушения, до изгнания северных племен, они жили довольно богато и хорошо. При последнем из важных царей, втором Яроваме, такого Яровамбина и Аш, они очень богато и хорошо жили. Вот тогда пророки критиковали Амос, Ишияху, да, и другие, как они жирно, так сказать, едят, и как они хорошо, так сказать, веселятся, и только занимаются своими наслаждениями, и что скоро они все пойдут в изгнание. И не прошло и нескольких десятков лет, небольшой, сравнительно срок, и действительно уже там большинство было изгнано. Вот. И здесь он больше ничего не цитирует, никаких других стихов, потому что, как я сказал, тут уже все остальное сам Вишину процитировал. И на этом мы закончим наш урок. Сахаду холинь, шляхов бата, сиры холи, сраэль.